Опасность на рельсах. Саратовские трамваи не перестают попадать в сводки городских происшествий. Только за несколько последних месяцев вагоны загорались и сходили с рельсов. В основном по причине изношенного подвижного состава. Саратов Горэлектротранс одно из старейших предприятий города. Основано в 1908 году. Однако за все это время здесь ни разу не предпринимались масштабные реконструкции. Как говорят на предприятии, самостоятельно решить проблемы, которые копились десятилетиями. Они не могут. Стоит ли саратовцам надеяться на модернизацию общественного транспорта, узнала Екатерина Заграничная. Со скрежетом и грохотом подъезжает к остановке. Движение трамваев по Саратову люди слышат даже в своих квартирах. Порой говорят, даже стены трясутся. Но шум и вибрация – ничто по сравнению с другими опасностями, которые скрывает в себе нынешний городской электротранспорт. Вот сводка лишь последних нескольких месяцев. Пожар в вагоне трамвая 9 маршрута, еще одно возгорание на этой же линии – сход с рельсов состава, следовавшего по маршруту номер 3, где чудом не пострадали пассажиры. Качество у них очень плохое, постоянно горят. Иногда их очень часто не дождешься, едут медленно. То, что постоянно горят. Вот в пожарной части я не раз сидела там, когда поступали звонки, то, что горели трамваи. Посредственно 9-10 маршрута – самые старые трамваи. И потом, общаясь с пожарными, спрашиваю, от чего же загорелось, они отвечают. Проводка замкнула, то, что старые древние трамваи. Во-первых, вот смотрите, ржавчина, да, заходишь, трамваи ужасные, рельсы ужасные, никакого порядка. Ну, не же средний уровень. Трамваи старые, холодные, дребезжат. При этом именно трамваи и троллейбусы остаются самыми востребованными среди пассажиров. Так, предприятие «Саратов Горэлектротранс» в год перевозит 40 миллионов человек. Признаются, хотя и стараются обеспечивать безопасность перевозки пассажиров, но износ подвижного состава крайне высокий. Большинство трамваев и троллейбусов давно выработали свой ресурс, как и оборудование, на котором их чинят. Станки у нас здесь 50-х годов. Есть, Вячеслав Петрович, даже станок 29-го года. Вот, где он работает. Конечно, это хорошо, потому что хранили такой станок, но место ему в музее. Потому что он ни допуски, ни посадки не обеспечивает. Отсюда и грохот во время движения трамваев. А еще, говорят сотрудники предприятия, из-за рельсов, которые также оставляют желать лучшего. Износ рельсового хозяйства, он достаточно высокий уже. И вот сейчас с ремонтом дорог мы столкнулись с этой ситуацией. И начинаем менять. Надо менять, конечно, очень много. За неимением лучшего вынуждены даже использовать железнодорожные рельсы. Те, что подходят по ГОСТу. При этом длина полотна составляет от силы 12 метров. Много стыков, которые должным образом не закреплены. В итоге получается, что трамвай во время движения получает серьезные повреждения ходовых механизмов. И разрушает дорогу, что идет вдоль путей. Начиная от технологии, технологии укладки рельсы, она должна предполагать бетонирование основы. Дальше резиновую подушку и дальше уже сама рельса. Но при этом, при лейшке пространства, это такая же основа, там, песчаная, гравийная. И дальше уже там плиточка. В этом случае можно переезжать с одной стороны на другую автомобилистом, не замечая, что переезжаешь рельсы. А у нас чуть-чуть вот так вот кто-то на рельсу заедет и без колес останется. До тех пор, пока не перейдут на новую технологию укладки рельсов, так и придется постоянно чинить дороги, говорит Вячеслав Володин. Считает, проблемы городского общественного транспорта необходимо решать комплексно. Этому хозяйству нужна полная модернизация, начиная от замены рельсов и контактной сети, до обновления ремонтных мастерских и самого подвижного состава. А уже затем разработка оптимальной транспортной схемы. Загруженности нет, потому что хаотичные транспортные потоки, и у нас получается коллапс. А вот сейчас мы хотим все-таки оптимизировать всю сеть при следующем розыгрыше всех этих конкурсов, с учетом той схемы, которую они заказали сейчас в полиции. Тогда мы будем понимать, что нам необходимо. Вячеслав Володин дает поручение разработать концепцию развития городского электротранспорта, которая бы позволила повысить эффективность пассажирских перевозок и снизить ущерб, причиняемый дорогам общего пользования. Что же касается обновления подвижного состава, то этот вопрос уже начал решаться. Достигнута договоренность с правительством Москвы о безвозмездной передаче Саратову нескольких десятков трамваев и троллейбусов. До конца года они должны выйти на линию. Потому что транспорт без движения – это уже не транспорт. Поэтому надо, чтобы здесь все двигалось и развивалось. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, Роман Шульдяев, Саратов, 24.